Здравствуйте, вы на канале Кик. Мы подвезли вам санкционку, а именно все самое важное и интересное, что произошло на весенней презентации компании Apple. Так не будем же тянуть Тима Кука за нас, свет камера начали! Вообще сама презентация, можно сказать, началась с поздравительного твита Тима Кука. Он поздравил всех женщин с 8 марта, пожелав им справедливого будущего. Ко всем поздравлениям присоединяемся и мы. А теперь, собственно, к самой презентации. Как и всегда, на сцене появляется Тим и начинает рассказывать, как же крут Apple TV Plus и сколько же много наград у их фильмов. Подкрепили эту крутость роликами из их фильмов, в которых снимаются звезды мирового масштаба. Выглядело довольно неплохо. Да, кстати, рассказали, какой же крутой вид спорта бейсбол, а делает его таким крутым, конечно же, Apple TV Plus. Но это сугубо их спорт, зацикливаться на нем мы не станем. После этого показали новый рекламный ролик айфона 13-го, но сделали это лишь для того, чтобы сказать, какой же крутой А15 байоник, на котором он гоняет, и объявить, что теперь будет еще один смартфон, который на нем гоняет. И это, друзья, самый новый айфон SE. Там все так же будет кнопка для отпечатка пальца. Айфон SE будет в трех цветах, он выйдет в красном, белом и черном. Да, мы не сказали, что в ролике показали новый цвет айфона 13. Мы просто еще и сами этот новый цвет детской неожиданности переварить не можем. Комменты к вашим услугам, а мы вернемся к новому SE. Со сцены постоянно говорят, что новый SE почти как айфон 13, ну прям почти-почти. А еще там будет 5G и батарейку обещают, что будет держать дольше. Камера сзади всего одна, но очень умная и крутая. Показали даже фотки для пруфа. И да, кстати, называться новый смартфон будет просто айфон SE. Без года и цифры поколения. Цена будет начинаться от 429 баксов. Продажи начнутся с 18 марта, предзаказ начинается в эту пятницу, но не для всех. Дальше показали iPad, а именно iPad Air. Как сказали, в новом iPad Air будет и новый уровень производительности. Он гоняет на том же M1, как и iPad Pro. В Apple решили показать крутость нового воздушного девайса на разных приложениях с графикой и видео. И если честно, выглядит это довольно мощно. Он будет поддерживать кучу аксессуаров от клавиатуры и трекпада до карандаша второго поколения. Он будет доступен в шести цветах, и тут мы не можем сказать ничего против. Хотя тот, что синий, почему-то нам показался бирюзовым, но им там в купертино виднее. Цена будет начинаться с 599 долларов, и он станет доступен тоже с 18 марта. Будут доступны версии на 64 и 256 гигов с симкой и без. После iPad Air пришло время великого могучего мака. Мы слышали про все чипы Apple M1, но, видимо, купертиновцы решили, что этих трех недостаточно, и показали новейший чип M1 Ultra. Он очень близок по своим характеристикам к M1 Max, но использует новейшую архитектуру, которую компания назвала Ultra Fusion. В купертино соединили два процессора M1 Max по специальной шине и получили тот самый M1 Ultra Fusion. По производительности и скорости цифры просто сумасшедшие. Такое впечатление, что Apple переквалифицировались в космическую компанию. Но Apple не была бы Apple, если бы обходилась только своим мощным железом. Именно связка их ПО и железо делают их мировыми лидерами в этой сфере. По заверениям компании, это будет самый мощный процессор для компьютеров. После такого дали слово самим разработчикам, кто будет использовать всю эту мощь. И, конечно же, все love it. Они просто до безумия счастливы. Ну просто посмотрите на все эти довольные лица. После разработчиков Apple сами рассказали, где такая мощность нужна. Если честно, ничего нового. Это графика, видео и разработка. И, конечно же, показали, где будет находиться вся эта мощь. Mac Studio, так и не назвали, разжиревший Mac Mini. Только на максималках. А еще показали новый монитор к нему. Почти две трети высоты в Mac Studio занимает система охлаждения. И выглядит он довольно свежо в стиле Mac Mini с Mac Pro. В нем разместили 4 Thunderbolt Ethernet, 2 USB AudioJack. Там же читалка SD-карт для фото и видео и 2 USB-C на фронтальной части. По заверениям компании, Mac Studio будет в 2,5 раза быстрее, чем 27-дюймовый iMac. В общем, его сравнили со всеми их компьютерами, и на цифрах Mac Studio уделывает их всех. С видео новый процессор M1 Ultra будет работать с невероятной скоростью и способен обрабатывать сразу 18 видеопотоков. И купертиновцы даже показали, как этот монстр будет функционировать, скажем, в студиях, которые работают с мультимедиа, 3D и так далее. Чисто по характеристикам Apple представили однозначного монстра. Но монстр пришел не один, а вместе с новым монитором под названием Studio Display. Удобный шарнир монитора позволит наклонять экран вперед или назад, а также ставить его вертикально. Разрешение 5К, а диагональ 27 дюймов. И, разумеется, потрясающее качество картинки. 12-мегапиксельная камера и динамики уже встроены в монитор. Микрофон тоже есть и обещали прям amazing звук. Динамиков будет целых 6 штук. На самом мониторе 3 USB-C, это, конечно же, на спинке, а сам монитор подключается через Thunderbolt. К MacBook Pro можно подключить сразу три таких монитора. За всем этим, конечно же, последовал красивый рекламный ролик нового процессора, компьютера и монитора. Цена на новый настольный компьютер Max Studio будет начинаться от $1999 на M1 Max и кусаться ценой от $3999 на M1 Ultra. Железка станет доступна с 18 марта. Новый же монитор Apple Studio Display будет продаваться по цене $1599. Которая, кстати, очень неплохая с учетом характеристик и возможностей, которые он предлагает. Старт продаж тоже 18 марта. И на этом Тим попрощался со всеми, продемонстрировав все, что хотели показать и где-то даже удивить. Получилось ли это у него? Судить только вам. Спасибо за проведенное с нами время. Мира вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok